В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. В первый день лета Караганда отчествовала своих маленьких граждан. В Спаске мемориальный комплекс собрал на митинг общественность города и дипломатический корпус ряда стран. Чемпионат Азии по велоспорту финишировал в Караганде. Международный день защиты детей приходится на первый день лета. Это один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей в Женеве. Этот праздник отмечается более чем в 30 странах мира. В честь Дня защиты детей в Центральном парке Караганды состоялся большой праздник. Впервые в истории Казахстана в нашем городе проходил чемпионат Азии по велоспорту. И в честь этого события Акимат Карагандинской области подарил 125 велосипедов детям-сиротам. Аким области олимпийские чемпионы пришли поздравить маленьких карагандинцев. Милые, дорогие детки, детство самое счастливое, самая замечательная пора. Все вы знаете, сколько делается в стране именно для защиты детей. Это все благодаря нашему президенту Нурсултановичу Назарбаеву, его постоянной защите и заботе о детстве, о детях, о наших будущих поколениях, которые сегодня растет. Детский день в Казахстане давно стал радостным и желанным праздником. Причем его ждут с нетерпением и взрослые, и ребятня. Одних ждут подарки и день без забот, другие вспоминают свои милые радости, когда сами были маленькими. День защиты детей. Желаю, чтобы наши дети получили достойное воспитание родителей, чтобы были настоящими гражданами нашей страны. Спасибо Акимату Карагандинской области за организацию вот этого праздника и за эти подарки. Мне приятно вдвойне сегодня находиться здесь, поздравить вас, детишек, с таким праздником мирного неба над головой. На мероприятии было множество развлечений для детей. Сказочные герои поздравляли и раздавали мороженое. Для них в этот день были бесплатные все аттракционы. Удовольствие получили все, и это хороший старт летним каникулам. Лариса Хусеинова, Кайрат Рашитов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. В преддверии Дня защиты детей городские депутаты приготовили сюрприз для подростков, оставшихся без родителей. Ребята сейчас находятся на попечении своих дедушек и бабушек. Самые близкие люди сегодня пришли порадоваться за своих внуков. Что за сюрприз всех ожидал в нашем следующем сюжете. Сегодня депутаты городского Маслихата хотели бы поздравить всех наших детей с этим праздником. Депутатский день, который проходит на каждой неделе в Маслихате, сегодня необычный. Вместо чиновников и общественников в депутатской комнате специально приглашенные гости. Пятерых маленьких карагандинцев, которые остались без родителей, сегодня ожидал сюрприз. И, конечно, какой праздник без подарков. Поэтому мы сегодня решили поздравить вас, вручить вам смартфоны с телефонными номерами, ну и, конечно, сладкий подарок. Смартфоны с двумя сим-картами и номерами, с флеш-картами к ним, а также сладкие призы, чтобы за чаем в праздник могли пообщаться с семьей. Все-таки нам легче принадлежить то, что с нами случилось, благодаря нашим окружению. И, конечно, вам спасибо всем, что вот так сделали нам праздник, поздравили детей, поздравили нас. Хочется, чтобы так у нас и продолжалось в нашем государстве. Пообщались тесным кругом. Опекуны в этот день к депутатам с просьбами. Всех их сегодня выслушали и обещали рассмотреть устные обращения. Мы направим депутатский запрос или даже пригласим городского отдела образования, и ваш вопрос мы поставим перед ними. И я не говорю, что мы положительно решим этот вопрос, мы будем разбираться. Поэтому вам дадим письменный ответ. Я хочу сказать, что депутаты городского маслехата большое внимание уделяют именно нашему подрастающему поколению. Мы стараемся улучшить материально-техническую базу наших школ. Стараемся построить спортивные корты, спортивные площадки, чтобы наши дети росли здоровыми, крепкими, умными. После официальной части дети с нетерпением рассматривали подарки. Будет теперь возможность в праздник и друзьям позвонить, поздравить и в игры на мобильнике поиграть. В Алматы прошел республиканский детский конкурс песней и танца «Гумардарья». Он собрал около 300 талантов со всех регионов Казахстана. Шахтерскую столицу на этом конкурсе представили юные домбристы и привезли подарок – Дню защиты детей. Достойную победу! Международный конкурс «Гумардарья» проводится уже в шестой раз. За это время творческое состязание завоевало большую популярность среди юных талантов. Традиционный конкурс проводится по четырем номинациям. В течение пяти дней одаренные дети пели, играли на народных инструментах и танцевали на профессиональной сцене. Данный конкурс проходил с 26 по 30 мая текущего года в Южной столице. В нем приняли участие карагандинские домбристы. Они заняли первое место в номинации «Ансамбль». Родители и преподаватели встретили молодых победителей. Сегодня наши дети приехали из города Алмады и привезли первое место. Дети очень счастливы, очень рады, им очень понравилось. Они были самые маленькие из исполнителей домбры, тем более они были живые, никакого компонимента. По словам участников, такие творческие встречи дают детям возможность пообщаться, обменяться опытом и найти новых друзей. А успехом своим по признанию детей они обязаны своим преподавателям. Спасибо нашим учителям за то, что научили нас играть в клы, которые мы исполняли на конкурсе. Обещаем, что на следующий конкурс мы выиграем грампы для карагандин. Прямо на перроне, под впечатлением победного выступления, дети продемонстрировали свое мастерство и сыграли ки. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Алюгал. Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. В Казахстане, как и во всем мире, 1 июня отметили Международный день защиты детей. Для карагандинских ребятишек это день веселья и радостной вольницы. В центре города для них устроил праздничное представление магазин игрушек «Кенга». Здесь были конкурсы и самые разные подарки. Улыбки детей наполняют души взрослых, ни с чем не сравниваем счастьем. В такие моменты понимаешь, до чего же прекрасна жизнь. Как организовать детский праздник, что придумать, чтобы детишки не могли удержаться от смеха, а безудержное веселье вспоминали еще на протяжении нескольких месяцев после него. Мир детских игрушек «Кенга» знает, как забавно и весело, остроумно провести праздник и подарить детям улыбку. На День защиты детей данный детский магазин организовал разные конкурсы, вопросы, викторины, игры разной сложности. Никто без подарка не остался. Их раздавали детям, начиная от маленьких машин до больших конструкторов. Я рада, что выиграл подарок. Я желаю всем счастья, добра и здоровья. Все, Ренат, спасибо тебе большое. Чтобы все бумажки оставляли, вот выиграл. Магазин «Кенга» специализируется на продаже игрушек от известных мировых производителей – «Лего», «Спинмастер», «Нексбук», «Макформерс» и другие. Широкий ассортимент товаров позволяет выбрать именно то, что нужно ребенку в данный момент – мягкие игрушки, пазлы, интерактивные и развивающие игрушки. Сеть наших магазинов проводила уже разные конкурсы в «Матайм-Канерберге» на разных других мероприятиях городских. Мы тоже стараемся выступать, показываться, делать какие-то призы и, в принципе, все для детей делаем. Никто без внимания не остался. Ведь концерт, розыгрыш, подарки, головокружительные конкурсы, музыка, дискотека – все было для детей. Жайзер Абдраимова, Нурсултан Исаев, Бахтер Успанов, Первый Карагандинский. В Карагандинском государственном медицинском университете состоялась встреча ректора со студентами, магистрантами и докторантами. Учащиеся в УЗА делились своими мнениями о важностях Евразийского экономического союза. В ходе встречи были обсуждены вопросы Евразийского экономического союза и перспектив дальнейшего развития Казахстана в рамках нового интеграционного объединения. Выступая перед студентами-магистрантами, проректор Велен Молотов-Лучанский отметил эволюционный характер интеграционного процесса на евразийском пространстве и подчеркнул важность экономической конкуренции. Я думаю, притока новых идей, подходов. И вот, наверное, об этом мы сегодня будем говорить. Что мы можем сделать для того, чтобы Евразийский экономический союз через нас, через наши руки, через нашу ум. Очевидно, становится возможность отправлять своих студентов в рамках обмена опытом, к примеру, в лучшие вузы России. У них база очень хорошая. Таким образом, интеграция пройдет и на уровне образовательных пространств наших стран. Студенты получат возможность проходить в России и Беларуси стажировку-практику. Здесь очень большое широкое поле для развития наших трех государств. Очень серьезные возможности для молодежи. Здесь речь идет, конечно, в первую очередь об экономике, о том, как будет работать производство совместно. Будут сняты барьеры для экспорта, импорта, если они только существовали. Бахтиар Серик – докторант Медицинского университета. Считает инициативу президента по реализации программы индустриально-инновационного развития очень важной и своевременной. По мнению Бахтиара, для обеспечения интеллектуального прорыва необходим системный подход и привлечение зарубежных специалистов, в первую очередь для обучения местных кадров. Также мы надеемся, что сфера науки будет затронута в большей степени. Ну и, конечно же, что это повлечет за собой увеличение мобильности между нашими странами. Также очень привлекательно является то, что с 1 января 2015 года у нас будет единый трудовой рынок. Наверное, неспроста два памятных дня в истории Казахстана стоят рядом. День защиты детей и День памяти жертв политических репрессий. Они связаны друг с другом логикой жизни, поступательным движением развития страны. В Спасском мемориальном комплексе состоялся митинг, на котором собрались общественность города, представители национальных центров, дипломатический корпус ряда стран. К казахстанскому памятному знаку жертвам политических репрессий были возложены цветы. Затем к участникам митинга обратился Аким области Бауржан Абдишев. Лучшие сыны и дочери нашего народа, поистине цвет нации, попал в жестокие жернова истории. Память о них и сейчас больно отзывается в наших сердцах. Глава региона напомнил, что на Караганинской земле находился не только карлак, ставший мрачным символом тоталитарной системы, но и другие лагеря, где в нечеловеческих условиях боролись за выживание люди многих национальностей. Среди них были и взрослые, и дети, простые граждане и государственные деятели, военные и ученые, артисты и художники. Все они так или иначе оставили след в нашей памяти. Об этом говорят мемориальные знаки, установленные в Спаске. Они навсегда сохранятся в нашей памяти. Я на себе испытал, что значит быть невинно осужденным. Меня 18-летнего парня осудили за то, что я читал украинскую литературу, историков, публицистов. Меня осудили в военном трибунале на 25 лет. Сегодня мы верим, что такое никогда не повторится на нашей земле. И гарантией этого является указ президента страны об установлении Дня памяти жертв политических репрессий 31 мая. Теперь в этот день вспоминают и погибших от голода. Это около двух миллионов казахов. 600 тысяч человек были вынуждены покинуть свою родину. Затем состоялась поминальная служба с участием мусульманского, православного и католического духовенства. Митинг завершился открытием памятного знака белорусам, погибшим в карагандинских лагерях. Перед собравшимися выступил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Казахстане Анатолий Нечкасов. Никакие репрессии не смогли вытравить из душ людей веру в будущую счастливую жизнь. Они гибли за это, но веру свою передали потомкам. Сергей Высокосов, Улжас Гамбасов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. И еще об одном. В течение нескольких дней мы были свидетелями самого ожидаемого и зрелищного события – чемпионата Азии по велоспорту, где наши казахстанские велогонщики заняли призовые места. Последний день чемпионата Азии по велоспорту в Караганде начался с необычного заезда, в котором приняли участие Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев, президент Международного союза велосипедистов Брайан Куксон, генеральный секретарь азиатских конференций велоспорта Чой Бу Вунг, а также олимпийские чемпионы Александр Винокуров и Серик Сапиев. По итогам соревнований велогонщики сборной Казахстана заняли все призовые места. Последний день соревнований на дистанции 204 километра первым финишировал Руслан Тлеубаев. Второе место заняли Максим Иглинский, бронзу взял Дмитрий Груздев. Таким образом сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 22 медали – 11 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых. Я искренне хочу поздравить вас всех с этой победой. Знаменательно то, что этот чемпионат в истории Казахстана первый раз проводится именно на карагандинской земле, на трудовой и политической родине нашего президента Нурстана Айвича Назарбаева. Трасса оказалась нетрудной, но карагандинские погодные условия оказались не очень удачными для велогонщиков. Но нашим чемпионам погода не стала помехой. После такого события участники планируют отдохнуть, а Руслан Тлеубаев начнет готовиться к чемпионату Казахстана. Алена Слонько, Айдын Жакан, Бухтия Распанов, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Спасибо, что были с нами. Аман Сауболгсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова